Здравствуйте, уважаемые господа! Рад приветствовать всех участников представительного круглого стола «Право на молитву. Российский опыт споров вокруг домов, молитвы, костёлов, храмов, мечетей». В подобном формате, когда в рамках одного мероприятия присутствуют представители практически всех традиционных для Российской Федерации религий, мы собираемся очень редко, тем более для обсуждения таких слободневных тем, как сегодня. Мы живём в те времена, когда государство больше не воспринимает религию рождебно или настороженно, а в основе политики власти – социальное партнёрство с религиозными объединениями, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений. В основном в законе страны, в Конституции упоминается вера в Бога, а также закреплены права всех граждан страны открыто исповедовать свои убеждения. При этом далеко не все конфессии, в том числе традиционные, исторические, укоренённые в России, обладают равными возможностями на практике реализовывать свои законные права. В частности, это проявляется в трудностях со строительством культовых зданий, спорами вокруг выделения участков по строительству храмов, домов, молитвы и мечетей, сложностями с передачей религиозным организациям, имущества, религиозного назначения, которое изначально было для ними закреплено для совершения богослужений ещё до революции. Согласование позиций и интересов граждан разных взглядов – задача номер один нашего сегодняшнего мероприятия, не только и Шиви. 16-18 мая 2022 года в России пройдёт Всемирная конференция по международному и межрелигиозному диалогу, которая также совпадёт с торжественными мероприятиями, приуроченными празднованию по случаю 1100-летия официального принятия ислама народами Волжской Булгарии, поддержанными президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Владимир Путин всегда уделял особое внимание темам гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений в России. Так, буквально вчера, заканчивая прямую линию с народом, он произнёс слова, в которых отметил, что главный золотой запас России – это наш многонациональный и многоконфессиональный российский народ и его глубоко внутреннее духовное начало. Между тем, в России, вопреки воле гаранта Конституции, почему-то по-прежнему сохраняется фактическое неравенство между представителями различных религиозных и конфессиональных групп, официально зарегистрированных Министерством юстиции на территории страны. Вот об этом сегодня мы и детально поговорим, собравшимися экспертами, а также попробуем найти пути решения. Ещё скажу, что буквально сегодня, вчера и в течение последнего времени я имел общение с теми, кто не мог сегодня принять участие в нашем мероприятии. Это представители разных религий России традиционных в основном, из разных областей России, из разных регионов. И все готовы к нам присоединиться, все готовы нас поддержать и ждут с большим нетерпением наших экспертных мнений. Дело в том, что в России действительно проблема строительства религиозных зданий и возвращение уже старых, имеющих когда-то отношение к той или иной религиозной группе зданий, это большая проблема. И вопрос, почему это происходит. Он, конечно, наверное, риторический, но давайте попробуем всё-таки в нём разобраться и прийти к какому-то решению. Спасибо за внимание. Продолжение следует...